Аминь, аминь. Я чувствую помазание здесь, Божью силу здесь на исцеление. Я верю, что будет множество чудес. И я прошу также вас, дорогие друзья, кто получил исцеление сегодня, вчера и в первый день, пожалуйста, напишите, пришлите свои свидетельства. Пожалуйста, напишите то, что вы переживали. Может быть, какое-то облегчение пришло, освобождение кто-то получил. Обязательно напишите и после эфира присылайте, пожалуйста, это очень важно. Но перед тем, как я буду молиться сейчас по поводу исцеления, я верю, будет множество чудес. Сто процентов. Я это ощущаю прямо сейчас. Я хочу кое-что сказать, дорогие друзья. Вы знаете, Бог, он ранами Иисуса мы исцелились. Бог сто процентов, чтобы каждый человек был здоров. Бог за то, чтобы каждый человек был спасен. Но также Бог за то, чтобы каждый человек имел избыток в жизни своей. Бог заинтересован. Я хочу сказать больше нас, чтобы мы имели избыток финансовый в жизни своей. Почему? Потому что он обнищал, Писание говорит, ради нас, чтобы мы обогатились его нищетой. И я вам хочу сказать одно место Писания. Это Малахи. Там написано, что принесите десятины в дом мой. Испытайте меня хотя бы в этом. И я открою отверстия небесные для вас. Вы знаете, я хочу сказать, конечно, ни в коем случае, если вы, ну, если кто-то не сеет, если вы не принесли десятины, Бог не проклинает вас. Потому что Бог не проклинает никого. Бог только благословляет. Но я хочу сказать, финансы также могут быть ключом для того, чтобы финансовый избыток к вам пришел. Это как акт веры. Когда мы верой мы сеем, то мы, конечно же, и получаем. И поэтому прямо сейчас я хочу помолиться за финансовый избыток. Но также, дорогие друзья, я вас призываю посеять. Все реквизиты есть на нашем экране, также в наших описаниях под этим видео, которое смотрите вы. Пожалуйста, присылайте свои даяния. Я верю, что Бог сверхъестественно уже открыл отверстия, источники для вас. Источники такие, которые будут вам приносить избыток, которые будут обеспечивать вас. И я прямо сейчас хочу благословить ваши даяния. Пожалуйста, присылайте свои даяния. Я верю, что вы пожнете во имя Иисуса Христа. Я вас благословляю, ваши даяния благословляю прямо сейчас. И я высвобождаю избыток именем Иисуса. Именем Иисуса. Пусть источники будут открыты всегда над вами. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Я хочу сказать, дорогие друзья, вы знаете, когда выпускают какой-то транспорт, машину, перед тем, как выпустить ее на рынок, сначала заготавливают запчасти к ней. Для чего? В случае того, если машина ломается, чтобы человек мог быстро заменить эту сломанную деталь. Я хочу сказать, что наш Бог, он намного лучше любого производителя. Вы знаете, перед тем, как Господь создал человека, создал тебя, у него уже есть новые органы для тебя. На тот случай, если дьявол обманет тебя. На тот случай, если что-то пойдет не так. Хотя Господь создал все совершенным. Я хочу сказать, вы знаете, наши органы, они могут работать 400 лет. Это наше сердце, наш желудок, наша печень, легкие. Вот так вот ученые к этому пришли, что внутренности человека рассчитаны, рассчитаны, можете себе представить, минимум на 400 лет. Но человек все равно умирает по непонятным каким причинам. Конечно, многие умирают от болезни, но сам факт, человек мертвый, уже дедушка, может быть, ему там 90 лет, делают вскрытие, но у него легкие, у него печень, еще могут работать долго еще. Но дьявол обманывает людей, и дьявол дает мысли поражения, проклятия и так далее. И тем самым жизнь укорачивается. Но я хочу сказать, дорогие друзья, не важно, что, ну, как обманул дьявол тебя, Бог намного лучше. И вот то, что, может быть, ты сейчас болеешь, сердце болеет, не важно, что у тебя болеет. У Бога есть новая деталь, у Бога есть новое сердце для тебя, у Бога есть новые легкие, новые почки, новая печень, поджелудочная новая, есть новые органы. Я вам хочу сказать, в нашем служении очень много есть свидетельств, когда появлялись новые органы, конкретно недостающие органы. Селезенка недавно появилась у одного парня, у него не было ее. Но мы молились, и сверхъестественно, у него полностью здоровая новая появилась. Это чудо было. И тот врач, который остаток, у него там какая-то болезнь была, удалял, он был в шоке, когда он пришел через несколько месяцев, и врач сделал рентген, смотрит, да, она у него новая, здоровая, и такого же размера, как и была, здоровая полностью. Также были свидетельства, когда Бог давал почки, которые были удалены. Вы понимаете, Богу, Бог может все, он может прямо сейчас заменить, даже не только исцелить, а именно заменить, дать тебе новое сердце. Не просто, чтобы ты сейчас вот легкость какая-то пришла, а вообще абсолютная новая, здоровая, которая будет работать до конца, до конца. Понимаете, и эта запчасть сердца будет от Господа. Самое лучшее, оно никогда не будет болеть. И я хочу сказать, дорогие друзья, мы должны в это поверить. И вот, знаете, есть одна история, я не буду, ну, там, ее пересказывать всю, но вот как методы, пути, как это получить, как получить исцеление и как получить новые органы. Прямо сейчас, я верю, что прямо сейчас Бог будет вкладывать, давать тебе новое, новый организм, новая иммунная система, здоровая, новые легкие. Обновление пойдет всего организма. Как это работает? Чаще всего по слову, именно по слову. Однажды у одного серьезного человека заболел слуга, и он попросил Иисуса прийти и исцелить его. Но вы знаете, когда Иисус пошел, он послал еще одного слугу и сказал, я недостоин, чтобы ты пришел и исцелил слугу. Но скажи только слово и выздоровеет, скажи только слово. И Иисус удивился в вере такой. Я хочу сказать, что принимайте прямо сейчас достаточно слова. Может быть, у вас нет возможности приехать на какое-то служение, чтобы к вам кто-то прикоснулся, неважно. Достаточно только слова. И прямо сейчас, когда мы будем молиться, мы будем высвобождать исцеление. И прямо сейчас это слово, оно доставит в твое тело исцеление, доставит новый орган. Вот так это работает, дорогие друзья. Ты должен сам себе сказать, достаточно только слова. Вот прямо сейчас я высвобождаю это слово, что ты исцелен именем Иисуса. Прямо сейчас принимай во имя Иисуса. Во имя Иисуса веры прямо сейчас принимай. И прямо сейчас начинай проверять. Прямо сейчас у многих боли уже ушли. Прямо сейчас, если вы получили исцеление, если прямо сейчас боли какие-то ушли, пожалуйста, присылайте свои свидетельства. Я хочу сейчас молиться за вас. Я верю, что сегодня многие люди получат исцеление от сахарного диабета. В нашем служении также много есть свидетельств, документальных свидетельств. Вы знаете, я однажды служил у нашего друга, у нашего знакомого. Было служение, и у него сестра, прихожанка, у нее был сахарный диабет. Она очень плохо чувствовала себя. Постоянно усталость у нее. И из-за этого сахарного диабета она была очень полная. И когда я за нее помолился, я уехал, и все. И потом приехал там через несколько месяцев, и опять было служение исцеления. И ко мне подходит женщина одна и говорит, я хочу засвидетельствовать. В церкви прямо во время служения. Ну, я так еще удивился, потому что я еще не молился. Я просто пришел, она вышла и говорит, я хочу засвидетельствовать. То есть я говорю, ну, хорошо. Я ей сказал, но что касается исцеления, может быть, подумал, что что-то она там скажет. Она говорит, нет, я получила исцеление, вы молились. Я даже еще удивился. Я не молился. Я вообще не знаю, впервые вижу ее. Потому что у нее там небольшое было служение, я всех знал. Но ее я не знал. И я вспоминал, когда я за нее молился. И она начинает свидетельствовать. И она говорит, что я приезжал несколько месяцев назад, молился против сахарного диабета. И она получила полное исцеление, полное, документальное. Сахар в норме у нее. И она говорит, что у нее с детства этот был сахарный диабет. С детства эта женщина уже была в возрасте под, ну, за 50 лет, там, ну, еще молодая. Вот, но сам факт, я ее не узнал. И я прям там у нее спросил. Я говорю, ну, я на самом деле не помню, когда я за вас молился. И она говорит, вот, вы тогда за меня молились. Я прям здесь вот выходила. И я стояла. И она потом сказала, после вот этого, как вы за меня помолились, и я получила исцеление, в течение нескольких дней я похудела больше, чем на 25 килограмм. И поэтому я не узнал ее. Представляете? То есть у нее даже внешность изменилась. Она стала полностью здорова. Я хочу сказать, что сегодня я верю, Бог будет разрушать сахарный диабет. И также еще вот по поводу слова. Я это говорю, что вера прямо сейчас к вам приходила. И прямо сейчас исцеление к вам приходит. Именем Иисуса Христа. Да, тоже по телефону я молился за одну женщину. Она на одно ухо была глухой. Я молился, и она сразу получила исцеление. Ухо у нее открылось по телефону, друзья. Я просто хочу сказать, что слово так же работает. Даже не обязательно руки возлагать. Но у нее была проблема с сыном. У сына был камень в почках. Три года. И врачи не могли убрать этот камень. Делали операцию ему, но почему-то не удалили. Пытались лазером или как-то ультразвуком разрушить этот камень. Но он был очень большой. И он пил какие-то лекарства. И сам факт, три года у него были большие боли. Очень сильные. И вот я также по телефону помолился за него. На следующий день она мне звонит. Нет, она мне отправила фотографию. Я даже не понял, что это такое. Какая-то зеленая штука такая на блюдечке. И я ей пишу, что это такое. Она мне звонит и говорит, это камень моего сына. Когда вы позвонили, в течение нескольких часов у него вышел сверхъестественно вот такой камень большой. Это был не маленький камень, а большой. И он вышел, можете себе представить, без боли. Это вообще невозможно. Потому что любой врач скажет, если камень будет такой выходить, он разорвет вообще все. Но он вышел безболезненно. Бог открыл вот там вот у него все вот эти протоки. И он вышел безболезненно. Большой камень. И эта женщина была из Сибири. Она потом приехала к нам в церковь и привезла вот этот камень в коробочке. И она засвидетельствовала, сказала, что вот этот камень, который вышел по слову. Поэтому сегодня Бог будет также убирать ваши камни. У кого-то они будут растворяться, исчезать. У кого-то они будут выходить. И также опухоли раковые будут уходить именем Иисуса Христа. И прямо сейчас положите руки на те места, у кого есть боль. Ну, там, где у вас есть боль. Там, где есть у вас болезни. И я прямо сейчас высвобождаю Божию силу. Огонь Духа Святого. Прямо сейчас я приказываю Дух немощи и болезни. Вон пошел именем Иисуса. Выйди прямо сейчас. Выйди прямо сейчас. Вон именем Иисуса. Все демоны, бесы, которые стоят за болезнями, за болями, за хроническими болезнями. Убирайтесь прочь именем Иисуса. Ты Дух, который стоит за раком, за сахарным диабетом. Убирайся вон именем Иисуса. Прямо сейчас я изгоняю тебя именем Иисуса Христа. дух рассеянного склероза, выйди именем Иисуса Христа прямо сейчас, будьте освобождены, будьте освобождены во имя Иисуса, во имя Иисуса прямо сейчас. Часто бесы выходят через дыхание, через кашель, через слезы, через зевоту. Если кто-то сейчас это освобождение переживает, вы чувствуете, что что-то выходит сейчас, вы кашляете, пожалуйста, после того, как вы получите свободу, напишите свидетельство, что вы получили освобождение. Прямо сейчас бесы все выходят именем Иисуса Христа. Я приказываю во имя Иисуса, во имя Иисуса, будьте освобождены прямо сейчас. И я молюсь прямо сейчас за каждого человека, через вашу руку, прямо сейчас Божья сила сошла на вас. И вы исцелены ранами Иисуса. Сейчас будьте исцелены. Боль, вон уйди. Боль, убирайся вон. Дискомфорт, уйди прямо сейчас. Все последствия немощи, болезни, уйдите прямо сейчас. Дух парализации, инсульта, инфаркта, вон именем Иисуса Христа и все последствия инсульта. Ушли прямо сейчас. Парализация ушла прямо сейчас. Конечности, кто-то получил исцеление, конечности после инсульта у вас была не менее, и у вас было трудно сгибать руки, ноги. Прямо сейчас вы исцелены во имя Иисуса. Начинайте проверять, начинайте приседать. Прямо сейчас руки начинайте сгибать. Полное исцеление, восстановление, жизнь высвобождая ваше тело прямо сейчас. Именем Иисуса, именем Иисуса, я прямо сейчас приказываю, дух сахарного диабета, выйди. Сахар в норму приди. Прямо сейчас. Исцеление поджелудочное именем Иисуса. Именем Иисуса. Сахар в норму приди. Приди в норму. Кровь очистись. Кровь очистись во имя Иисуса. Во имя Иисуса будьте исцелены. Будьте исцелены прямо сейчас. Вы знаете, не так давно я молился в одном служении за одного мужчину. У него был сахарный диабет тоже много лет, и он уже несколько лет не чувствовал своих ног. вообще их не ощущал из-за сахарного диабета. И на этом служении он впервые начал ощущать ноги свои. Он даже плакал. Это взрослый такой мужчина, и как мне сказали, что он очень серьезный мужчина. Ну, влиятельный там он в каких-то... Где-то он работает, да, и он очень серьезный такой вот был. И он заревел, как ребенок. Он начал плакать и даже выбежал из зала. Ему стало стыдно. И когда он пришел, у него спросили, что произошло. Он сказал, я почувствовал ноги. Я впервые почувствовал ноги. Также у него отечность такая большая была. Ног, и она у него сразу спала. И он получил исцеление. Я хочу сказать, дорогие друзья, примите. Я говорю, что ты исцелен ранами Иисуса от сахарного диабета прямо сейчас именем Иисуса. Будьте исцелены. Я это высвобождаю. Я говорю, полное исцеление. Просто начинайте двигаться. Начинайте проверять прямо сейчас. Просто попрыгайте сейчас. И я верю, что легкость к вам пришла. Также можете сходить к врачам и посмотреть, чтобы врач сказал, что вы исцелены во имя Иисуса Христа. Также я молюсь прямо сейчас. Чудо творения. Камни из почек. Вон именем Иисуса. Выходите прямо сейчас. Выходите прямо сейчас. Выходите прямо сейчас. Сверхъестественно. Рассеситесь, растворитесь и выходите. Песок, выходи именем Иисуса Христа. Будьте исцелены. Будьте исцелены. Прямо сейчас. Ранами Иисуса Христа вы исцелены. Прямо сейчас. Почки исцелены. Камни растворились, исчезли. Прямо сейчас во имя Иисуса. Я также молюсь прямо сейчас против рака дух рака убирайся вон я тебя проклинаю опухоли все растворитесь исчезните во имя иисуса во имя иисуса во имя иисуса будьте исцелены будьте исцелены прямо сейчас также я хочу помолиться и дальше передать уже пастору руслану я хочу помолиться за ваши кости за ваши суставы я если у кого-то есть боль может быть на каких-то местах ну на коленях на в локте неважно где может быть шею кого-то болит от хондроза положите руку туда если у вас все кости болят просто положите руки на вашу грудь вот так вот прямо сейчас я приказываю всем костям станьте на место будьте исцелены во имя иисуса инфекция из костей уйди прямо сейчас боль иди прямо сейчас хондроз вон позвонки все вытянитесь и станьте на место прямо сейчас плоскостопия вон прямо сейчас колени будьте исцелены артрит артроз вон прямо сейчас вон прямо сейчас во имя иисуса во имя иисуса во имя иисуса полное исцеление прямо сейчас огонь кто-то переживает на всем теле кто-то в ногах это прямо сейчас дух святой прикоснулся к вам и вы исцелены прямо сейчас примите полное исцеление у У кого-то проблема с коленями, у вас отечность, они прямо опухли, прямо сейчас эта отечность ушла, и вы исцелены. Также горбы, у некоторых людей есть горбы вот здесь, они прямо сейчас, получите полное исцеление, они уходят. Также на нашем служении однажды я это видел сам, когда я молился, у женщины был большой горб, я даже не возлагал на нее рук. И на этом служении она вышла, и она сказала, что у нее был горб, и он у нее исчез. Ну и я попросил, может ли она как-то это подтвердить, и она сказала, вот там вот мои знакомые, я прихожанка этого служения, и меня знают все, и у меня был огромный большой горб, и люди все подтвердили. И она получила полное исцеление, горб ушел, поэтому прямо сейчас примите, горб ушел именем Иисуса, горб ушел прямо сейчас, шишки ушли прямо сейчас. Во имя Иисуса, хондрос ушел прямо сейчас, грыжи ушли прямо сейчас, будьте исцелены, седалищный нерв исцелен прямо сейчас, все кости, суставы, кричи, на место станьте, на место станьте прямо сейчас. Будьте исцелены во имя Иисуса, во имя Иисуса, во имя Иисуса, прямо сейчас огонь Духа Святого на все ваше тело. Аминь. Полное исцеление. Друзья, кто получил исцеление, присылайте свидетельство, это важно. Аминь. Друзья, вы также пересматривайте этот марафон, эту молитву в записи, потому что этот огонь, это слово, оно продолжает работать. Бог дал ему помазание, это помазание, он не забирает назад, это помазание вечное, это помазание от сотворения мира, это помазание, несущее искупление Иисуса Христа, это помазание, которое несет вам любовь и восстановление. Принимайте его, пейте его, переслушивайте его. Во имя Иисуса просто прибудьте, прибудьте в этом, будьте жадными до Бога, будьте теми, кто не отпускает его, теми, кто требует его, как женщина-серафиникиянка, потрясающая женщина, которой Бог сказал, сейчас не время, я не послан для тебя, который Бог прямым текстом дал отказ, она сказала, мне даже маленькой крошки, маленькой крошки будет достаточно, чтобы решить всю проблему моей жизни, то, что дьявол мучает мою дочь, я знаю, что эта крошка спасет нашу жизнь. Друзья, принимайте поток, прибудьте в потоке, пользуйтесь тем, что Господь уже дал для вас. В эту молитву вложены годы, годы молитв, годы помазания, годы ревности, потому чтобы вы получили свое исцеление, то посвящение, которое служители выложили, вложили в то, чтобы захватить этот огонь, сохранить этот огонь, практиковать этот огонь, драгоценный, принимайте этот исцеляющий огонь. Аллилуйя! Аминь! Хочешь проповедовать Евангелие? Мы верим, что если каждый человек совершит хотя бы одно доброе дело, мир вокруг преобразится. Участвуй в благотворительных программах ТБМ. Стань настоящим проповедником Евангелия. Прямо сейчас! Субтитры создавал DimaTorzok